Ну давай, ну давай, Паш. Я вообще нетерпеливая, я не рыбак. Говорила Соня Сопрыкина в прошлом феврале. Для передачи «Толка» блогер Павел Плотников учил ее бурить лунки и вытаскивать рыбу. Соня словила езя и сердце Павла, за один день покорив мужчину. Не искала я себе мужа, вот честно скажу, не искала. Вот она попала полностью, именно внешне в мой вкус. А потом я уже начал задавать каверзные вопросы какие-то издалека, так скажем. А ты замужем? Каверзные вопросы? Ну это уже, это был уже влог просто. А встреча могла и не состояться. Эта съемка была второй. Флешку с видео первой рыбалки случайно стерли. После знакомства Павел начал усиленно ухаживать, дарил подарки, приезжал за 450 километров и постоянно был на связи. Настойчивость покорила сердце Сони за короткий срок. Недели три. А спустя полгода они поженились. Признаются, что иначе и быть не могло. Оба стремительные, похожи по характеру и совместимы в быту. Никто не разбрасывает носки, не встает рано и оба смеются над ситуациями и собой. Мы два тролля, грубо говоря, которые постоянно ржут друг над другом. И она даже ржет надо мной больше, чем я. Пашка хотел на Мальдивы. Поедем вон ловить рыб. В свадебное путешествие пара отправилась в Томскую область. Там Соня поймала свою первую семикилограммовую щуку. Уже год она любит рыбалку и верит в настоящую любовь. А Павел за это время, признается, стал лучше выглядеть и грамотнее работать на камеру. Жена ведущая дает советы. Но сейчас супруги готовятся к пополнению. Скоро их в семье будет трое. Мне кажется, так и должно быть. Но а чего тянуть-то, если ты понимаешь, что это то, о чем я. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.